Живем мы Мы слышим, как Божья любовь Несет погибающий в истине слова Господу будь приготовь Господь грядет для теплого облака Как солнце свет его при голосе трубы Господь грядет для теплого облака В спасение придет со святой горы Как в мире в Зикилях живем мы Когда кольца влекается в путь Тогда вне Давида поем мы Строится с Кирио И жатва настала святая Ведь все поделели поля И мы возвещаем свой голос Сзывая, разбудится воля Твоя Господь грядет для теплого облака Как солнце свет его при голосе трубы Господь грядет для теплого облака В спасение придет со святой горы Господь грядет для теплого облака Как солнце свет его при голосе трубы Господь грядет для теплого облака Спасение придет со святой горы И давайте еще вместе споем Какое небо голубое Какое небо голубое Какая чистая вода Как хорошо Господь с тобою Часы досуга и труда С тобою горе, как не горе С тобою потеря и урон Ты возвестишь утрату скоре И радость возведешь на трон Отвергнут люди, ты пригреешь А судя-то оправдаешь ты И с крайней милостью согреешь Творец небесной красоты С тобою горе, как не горе С тобою потеря и урон Ты возвестишь утрату скоре И радость возведешь на трон С тобою горе, как не горе С тобою потеря и урон Ты возвестишь утрату скоре Ты радость возведешь на трон Земное время, как прохожий Ты стража бедная моя Как хорошо с тобою, Боже Часы досуга и урон Часы досуга и урон С тобою горе, как не горе С тобою потеря и урон Ты возвестишь утрату скоре И радость возведешь на трон С тобою горе, как не горе С тобою потеря и урон Ты возвестишь утрату скоре И радость возведешь на трон С тобою горе, как не горе Ты возвестишь утрату скоре И радость возведешь на трон С тобою горе, как не горе С тобою потеря и урон Ты возвестишь утрату скоре И радость возведешь на трон Давайте уже вставшись споем Хвалите Господа с небес Хвалите Господа с небес Хвалите Господа с небес Хвалите Бога Хвалите море и река Хвалите горы и поля Хвалите ветер и туман Хвалите струды и огня Хвалите море и река Хвалите горы и поля Хвалите ветер и туман Хвалите Бога Хвалите Господа с небес Хвалите Бога Хвалите ангелы и бог Хвалите воинство его Хвалите небо и земля Хвалите солнце и луна Хвалите небо и земля Хвалите небо и земля Хвалите Бога Хвалите Господа с небес Хвалите Бога Хвалите суша и вода Хвалите бездна высота Хвалите птицы и облака Хвалите люди и времена Хвалите суша и вода Хвалите бездна высота Хвалите птицы и облака Хвалите Бога Хвалите Его хвалите Славу Царю несите Имя Его прославьте Господа воскривайте Хвалите Его хвалите Славу Царю несите Имя Его прославьте, Господа, воспевайте. Имя Его прославьте, Господа, воспевайте. Слава Богу! Садитесь, братья и сестры, садитесь, дорогие. Слава Господу нашему, нашему Богу всемогущему, которого мы собрались хвалить, славить и поклоняться всемогущему. Так благ Он к нам! Сколько милости каждому являет! Наверное, в Орегоне и в Ашитоне трудно сосчитать даже славянские церкви. Их так много! Бог каким-то могуществом из-за океана, за кордон сюда переселил такую громаду людей. Кто когда мог подумать, взвесить все это человеческим умом непостижимо. Бездна богатства, премудрости и веденья. Неисследимы пути Твои и непостижимы судьбы Твои. Были на Украине, в России, Белоруссии, Грузии и так далее разбросаны. А Бог собрал в Свои группы церковные, сформировал и наследие, как полки со знаменами, Богу служат. Слава Господу, братья! И это так, это славный удел для церкви иметь дело со всемогущим Богом. Ну, у нас в гостях такая соседняя церковь, с которой мы в содружестве. Василий Никитович, пастор церкви, он является ответственным за наш Орегон, регион наш. Вот, мы в очень хороших отношениях, он так, ну, не балует часто нас своими визитами, но и не лишает нас. Так что пусть Бог благословит наше общение. Общительность имеет свою определенную форму. Люди объединяются в единстве Духа, люди начинают знакомиться, молодые люди начинают жениться, замуж выходить. В общительности есть своя прекрасная форма. Хорошо и приятно быть братьям вместе. Хорошо, разные вопросы порассуждать, Богу помолиться – отрадная часть. Бог так устроил церковь, и она нуждается в общении, чтобы мы общались и при всем нашем общении, нашей радости и торжестве Богу поклонялись. Вот такой текст я прочитаю. И мы попросим Бога благословить наше утреннее собрание своим присутствием. Без Бога нам и собрания не надо. В каждом собрании мы желаем лицезречь Бога и Его славу, и Ему поклониться. От этого нам делается хорошо и весьма хорошо. Благословите ныне Господа, все рабы Господние, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. И благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Оно нам с вами так нужно. И благословит тебя Господь, Бог твой, Сиона, сотворивший небо и землю. Поклонимся Господу, помолимся сердечную молитвою. Благословит тебя Господь, Бог твой, Сиона, сотворивший небо и землю. И благословит тебя Господь, Бог твой, Сиона, сотворивший небо и землю. Благословит тебя Господь, Бог твой, Сиона, сотворивший небо и землю. Благословит тебя Господь, Бог твой, Сиона, сотворивший небо и землю. Благословит тебя Господь, 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 Сиона, сотворивший небо и землю. Слава Господу, братья и сестры, за Его милость к нам. Мы общаемся, и братья перед служением говорили о том, что нужны общения, нужны братские общения, чтобы мы не забывали друг друга. Потому что Христос сказал своим ученикам, что все сатана просил сеять вас, как пшеницу. И тогда скудеет вера, слабеют руки, ноги слабеют, идет отступление. И поэтому, когда мы общаемся, мы ободряемся, мы видим, что и те братья держатся, и другие держатся. Я помню, когда там были гонения, и братья собирались, и кому-то было очень трудно, кого-то сильно протесняли, кого-то меньше, но когда собирались и молились, и общались, то укреплялись ноги, укреплялись люди духом, и вновь шли за Господом. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы общались. Я думаю, что наш молодежный хор пришел в гости к вам, и вы должны подготовиться и прийти к нам в гости, тоже общаться, тоже славить Господа. Вы знаете, один молодой человек много работал, верующий человек много работал, и приобрел себе дорогую машину «Джагуар». Может, многие знают эту машину. И вот он наслаждался ей, он ездил, приезжал в церковь. Ну и мы все люди, и как-то приятно, когда новая вещь на тебя смотрит. Кто-то удивляется, кто-то не удивляется, кто-то радуется тому, что брат купил, а кто-то, наоборот, завидует и гневается. И вот он однажды ехал по проселочной дороге, и он увидел на дороге группу детей, как бы на обочине. Он протормозил и потихоньку начал объезжать их. И вдруг раздался удар, и один из детей кинул камень в дверь его новой машины. Ну, естественно, он выскочил, схватил этого подростка, начал его трясти, кричать, что ты сделал, ты знаешь, сколько эта машина стоит. Он испугался и сказал, что я не хотел повредить вашу машину, у меня брат инвалид, я его вез на коляске на инвалидной, он упал, но он очень тяжелый, я не могу его поднять. Мы уже несколько часов пытаемся кого-то остановить, чтобы помогли вам посадить в коляску, никто не останавливается. Я решился на это, я ударил вашу машину камнем, чтобы вы остановились. И этот молодой человек сквозь слезы, когда он глянул этого мальчика, который на солнце лежит уже, инвалида, он его посадил в коляску, помог ему, и потом он поехал, ему было так стыдно. И когда он приехал куда-то в шап, ему предлагали отремонтировать машину, зашпаклевать, закрасить, он отказался. Он говорит, пусть это будет напоминание мне. Каждый раз, когда я буду смотреть на эту умятину, я буду думать о людях, что нам нужно быть светом и примером. И вы знаете, когда мы перестаем в этом мире светить, мы получаем удары, удары судьбы. Господь нас встряхивает, что мы должны быть светом в этом мире, мы должны быть примером в этом мире, в своей семье, в церкви, на работе, на дороге. Мы должны быть примерами, мы должны быть светом. Потому что Иисус Христос ходил по земле, и все то, что мы о нем читаем, все пример для нас. Он оставлял пример в служении Богу, он исполнял заповеди, служил Богу, и нас он призывает к тому же. И вы знаете, что мужчины часто видели в той стране или в этой стране, что вот машина подъехала, а одна фара не горит. И вот человек подходит, и по этой фаре кулаком ударил, и она загорелась. И вот порой нам нужна такая встряска, чтобы мы светили, нас нужно бить. И Господь говорит, куда вас еще бить, когда мы порой не хотим гореть, вот не загораемся, контакта нет. И поэтому происходят в нашей жизни трудности. Хорошо, что мы понимаем их. Почему Господь это сделал? Мы хотим светить. Вы знаете, что когда Иисус Христос ходил по земле, Иоанна 9, глава 5 стиха, Он такие слова сказал, «Доколе я в мире, я свет миру». «Доколе я в миру, я свет миру». И поэтому никто не мог светить ярче, чем Он. Он ходил по городам и селениям, по дорогам, исцелял людей, показывал пример своей жизни, как нужно служить Богу. Он исполнял заповеди Отца. Он говорит, я прошел исполнить заповеди Отца. И заповеди его нетяжки. И нам Он показывал пример, как светить. Во многих случаях жизни он не был из царского рода. Он был сыном плотника. И поэтому Он прошел понизу. Если бы сегодня Он был, мы знали, что Он был бы сыном первосвященника или царя, то мы подумали, конечно, легко Ему было ходить и светить, имея деньги, имея положение. Но Христос пришел наименьший в народе. И сегодня никто не осудит Его и христиан, и скажет, что вот вы богатый, вам легко жить. Иисус был сыном плотника и светил. Помогал людям, как мог, в своем труде, в своем бизнесе. А бизнес плотника не такой уже легкий. Здесь и заказы, здесь и оплата, здесь и доброта. Но написано, что Его люди уважали. Уважали люди. И поэтому каждый из нас должен подумать, как мы должны жить в жизни, чтобы нас вспоминали люди и уважали. И я живу, проповедую, работаю, со мной рядом работают люди. Но как они обо мне отзываются. Часто мы в глаза людям говорим доброе. Потому что мы воспитанные люди. Мы не можем сказать, что ты ведешь себя неприлично. Но когда мы где-то слышим, что о нас говорят плохо, то это камни. Камни в нашу дверь, камни в нашу душу. Но когда человек отработал и ушел на пенсию, его вспоминают, что он был честный человек. Он работал, как и все. У него такие же руки. Так же он болел. Так же он на жаре был. Так же пить хотел. Но он выполнял все, что ему говорили. Другие отказывались, а он делал. Он оставил после себя свет. Оставляют свет родители детям своим. Оставляют соседи. И вы знаете, что порой мы бываем на похоронах. И однажды я был на похоронах, когда хоронили мать-христианку. У нее было много детей. Муж был верующий, потом отступил. Ей тяжело было. Но когда на похоронах дети падали на гроб и плакали, это говорилось о том, что она светила светом. Как могла, светила до конца, пока не сгорела ее свеча. И вот в детях остался тот свет. И на этих похоронах трое сыновей покаялись. Не потому покаялись, что мать ушла, а потому что она светила. И как одного человека молодого спросили. Ты покаялся, потому что увидел смерть. Он говорит, нет, я увидел жизнь. Я вспомнил, как она жила, как она поступала. И поэтому я хочу так же жить. И вот сегодня я понял, что нету матери, я должен светить вместо нее. И у этих сыновей большие семьи. Они стараются служить Богу. И поэтому то, что мы делаем в жизни, оно без следа не проходит. Все в этой жизни оставляет след. Все. Наше поведение, наши слова. Чтобы мы не говорили в семьях или где-то, все это остается. Этот свет остается. Или свет, или тьма. Поэтому, если мы не хотим светить, то какова же тьма? Я как-то приводил пример, что если мы заходим в комнату, включаем свет, выключатель, щелкаем, а света нет. А лампочка есть, но света нет. И лампочка, которая предназначена светить, она не светит. Проблема в чем? Нет контакта или перегорела спираль. Но нам такая лампочка не нужна. И Богу такие лампочки не нужны. Люди, которые не светят, у которых свет есть тьма, кому нужна эта тьма? Мы призваны в этом мире, чтобы освещать, чтобы показывать пример, чтобы служить Богу. Матфея, 6 глава, 19 стиха. Светильник для тела есть око. И так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. И так, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. А выше, с 19 стиха. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И так, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Как мы можем проповедовать людям, объяснять и призывать их в церковь, если мой свет – тьма, перегоревшая лампочка, которая не светит? Кому она нужна? И поэтому люди из-за нас не приходят к Евангелию. Они через нас должны узнавать Христа, они в нас должны видеть свет и приходить к источнику света. И поэтому Бог, Он предлагает одни и те же правила и нормы для всех людей, чтобы достичь Царства Небесное. И поэтому самая лучшая проповедь – это наш свет. Вы письмо Христово, читаемое всеми человеками. И поэтому на этот свет идут люди. Как мотыльки летят на свет, так и люди идут на доброту, на ласку идут. И вот люди собирают сокровища. Вы знаете, мы живем в этом мире, где расплачиваемся деньгами. И поэтому часто в этих процессах попадает грех. Горят лампочки, нету света. И потом смотришь, человек все это оставляет, эту лампочку Господь выкручивает и меняет ее на другую. И мы, к сожалению, стоим на похоронах у кого-то и думаем, что человек жив, оставил большое богатство. Не так давно умер один из богатейших людей планеты. Умер в молодом возрасте, около 50 лет. Казалось бы, для кого-то это может быть уже преклонный возраст, а для других людей это еще крепкий мужчина. У него было много миллиардов денег, миллиардов. У него были большие компании. Он заболел лейкомией, никто ему не мог помочь. Он, к сожалению, уходил из этого мира, потому что ему было что терять. Он ничего не мог изменить, потому что жизнь свою проводил недостойно. В чем смысл? И вот когда нам нужны все лампочки, и маленькая лампочка нужна, и большая, вот вы едете на машине, и щиток прибора освещают маленькие лампочки. Но потушите это, вы не будете видеть ни спидометра, ни прибора не будете видеть. Поэтому нужна маленькая лампочка, и дети светом светят, и молодежь светом светит. И поэтому от твоего положения зависит и сила света, и где тебя Бог употребляет, то так человек и светит. Один человек светит сильно на весь мир. Проповедник там великий, его привозят, и он проповедует и светит. Если его свет будет тьма, кто придет к Богу? И этот человек будет отвечать за то, что он делает. Часы на башне обманывают весь город, а часы на моей руке обманывают только меня. И поэтому от этого и ответственность, как мы светим и куда мы идем. Поэтому мы должны понимать, что в том положении или в том месте, где Господь меня поставил, я должен светить. И вы знаете, что свет солнца, если солнце восходит, то какой нужен фонарик, чтобы его увидели, чтобы, допустим, кому-то просигнались, какой силы нужно иметь источник света, чтобы пересилить естественный Божий свет. Ночью любой свет видно, маленький огонечек видно, даже там спичку запалили, или маленький огонечек его видно в темноте. Но когда день, белый день, как нужно светить, чтобы люди заметили нас? Мы в церкви приходим, где свет. Мы здесь должны светить, мы здесь должны поступать правильно, с уважением друг к другу, с любовью друг к другу. И поэтому все, что мы приобретаем, все, что мы делаем в этой жизни, это все переходит в источник света. И поэтому, если мы, лампочка хорошая, Господь нам дает большую силу тока. Есть такой диммер или реостат, вот в домах есть, когда человек чуть-чуть его крутнет, тусклый свет, он уменьшает подачу тока. А когда до конца ярко горит лампочка. И поэтому, если грех стоит между нами и Богом, как мы можем ярко гореть, мы только тлеем. И такой псалом есть, что лучина тусклая. И поэтому, если мы приближаемся к Господу, мы ярче горим, ярче, 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 ярче. И поэтому от этого и потребность наша. Бог нуждается в нас тогда, когда мы ярко светим людям. Мы, допустим, в доме, если лампочка потускнела, пожелтела, мы ее меняем. Нам хочется, чтобы яркий свет был. Потому что мы еще и за свет платим. И нам не нужно много лампочек. Нам нужно несколько хороших, экономичных лампочек, которые светят. И поэтому Господь к этому нас призывает, чтобы мы светили. Вы знаете, что один мальчик, 14 лет, в этой стране живя, он хотел выучиться. И если сегодня наши дети на обеспечении, и мы заставляем, объясняем, просим их учитесь. А этот мальчик поставил себе цель выучиться. И вот он ходил после школы, брал там по договорам и носил, и продавал разные там вещи. Вот, чтобы зарабатывать себе, откладывать на учебу. И вот однажды был холодный осенний вечер, и он шел уставший, хотел есть. Денег не было. И он думал, хотя бы воды теплой попить, согреться. И он уже не было сил идти. И вот он вспоминает, что он подошел к одному дому и боялся стучаться. Думает, как люди отреагируют. И потом все-таки он позвонил. И открыла молодая девушка, может быть, его возраста. Красивая она была, он вспоминает. Говорит, мне так стыдно было у нее просить воду. Вернее, я даже хотел покушать что-то, попросить кусочек хлеба или чего-то. Но посвященился, говорю, у вас не найдется стакан воды для меня? Она говорит, найдется. И вот она зашла и принесла ему стакан хорошо теплого молока, почти горячего. И он глянул, обрадовался. И он начал пить медленно, чтобы не показать, что он голодный. И когда он выпил, он для приличия спросил, сколько я вам должен заплатить за стакан молока? Она сказала, нас мама научила никогда не брать деньги за добро. Это свет. Свет от мамы пришел к дочке, от дочки к этому молодому человеку. Прошли годы, и эта девушка, уже будучи женщиной, попала в тяжелое положение. Она сильно заболела и собрался консилиум врачей. И решали, как ее лечить. И вот среди этих врачей был этот мальчик, который выучился на врача. Он ее узнал и старался ей помочь, оказать особое внимание. И в конце он помог ей оплатить даже счет. И когда он ей представился, она удивилась, потому что она была обычная женщина, не было особых денег. И вот он ей сказал, стакан молока мою память освежил. Я помню тот стакан молока. Поэтому этот свет, который светит, он порой светит так далеко. И мы возвращаемся к этому свету, который мы зажигаем, мы возвращаемся к нему и греемся от своего же света. Поэтому мы должны светить так, чтобы наш свет никогда не погас, даже после нашей смерти. Однажды, когда был спор в одном учебном заведении, какой перевод Библии самый правильный. Есть много переводов Библии. И вот одна женщина молодая сказала, я знаю, какая Библия самая правильная. Та Библия, по которой живет моя мать. То есть она живет, и люди видят этот свет. Она живет правильно. Говорит, у нее самый правильный перевод, потому что этот перевод видят люди. Мы сегодня можем пользоваться разными переводами, разными словарями, компьютерами, программами. Но если к нам подойдут и спросят что-то, и мы нервничаем, мы злимся, мы говорим плохие слова. Какой смысл от этого света, от этого изучения, от этих курсов, от званий, которые мы имеем? Какой смысл? Вы знаете, что дорого светить, светить так, чтобы наш свет был мягкий свет. Не бил глаза, потому что есть разные источники света. Вот полицаи, когда останавливают машину, они прямо в глаза человеку светят, чтобы он ничего не видел, не понимал. Кому нужен этот свет, который мы порой выходим и рассказываем с Анны? Я профессор, я там закончил, я богослов, я магистр, я... И столько всех званий, что аж страшно. Но когда послушаем человека, пообщаемся, а там оказывается, ну, сразу вроде свет был сильный, вот это, когда звания шли. Ослеплял, а потом как бы и слушать нечего. Потому что какой может быть разговор, какой уровень? А когда человек приходит кротко, я помню одного епископа, брата, служителя, я его давно знаю. И вот я обратил внимание, что приходя в церковь, вот он, приходя в церковь, он никогда не говорил, кто он. Он вставал и проповедовал слово, хотя он был гость. Вот. И потом уже люди, слушая его, видя его жизнь, его общение с людьми, спрашивали, брат, это ты откуда? А кто этот брат? Он говорит, я оттуда, оттуда. И когда узнавали, он уже уезжал, и узнавали, что он старший епископ, там, такого-то места или такой-то области. И все удивлялись, какой простой человек. А разве с Христа не удивлялись? Разве не дивились его мудрости, что простой человек, сын плотника, а так ведет себя, а так помогает людям, ничего не требует замены. И когда он умирал на кресте, все богатство было хитон самотканый. Он не оставил никаких щитов. Не было никакого наследства у него, чтобы сказать, Иоанн, возьми, там у меня есть конь есть или колесница есть, там, послужишь матери моей, ничего не оставил. Только Иоанну сказал, возьми, мать мою, эта матерь твоя, позаботься о ней, ничего не оставил. Все написано, все расточил, раздал. Но он оставил такой мощный источник света, который светит сегодня всем нам через века и будет светить до конца дней земли. И поэтому мы должны об этом задумываться, что Господь говорит, он говорит, доколе я с вами, доколе я в мире, я свет мира. А потом говорит у Матфея в пятой главе, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечники и светит всем доме. Так да светит свет ваш при людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. И вот мы сегодня живем, приходим в собрание, поем, играем, проповедуем. Но Господь хочет от нас света, чтобы мы светили, светили друг другу. Сегодня технологии такие, от которых погибают люди. Вот недавно были похорона, умерла, трагически умерла, или покончила жизнь самоубийством молодая девушка. Из-за чего? Инстраграммы. Снапшаты. Кто-то над ней смеялся. Оставил ее жених. Как сегодня есть бойфренд и герлфренд. У тебя есть? Нету. А у меня есть уже два или три. И вот это соревнование греховное. Отключает всякий свет. И вот ее оставил бойфренд. И над ней смеялись. На инстраграммах писали, ты никому не нужна, ты неправильно одеваешься, ты неправильно красишься. И у папы было охотничье ружье, и она зашла в гараж, была бабушка дома, была сестра младшая, и она в себя выстрелила. И когда уже прилетел папа, сообщили, скорая приехала, она только могла сказать своему отцу, прости. И все, потому что она любила отца. Но грех, вот этот, который распространяется, это мрак страшный. И молодежь этим занимается, и порой даже взрослые люди под влиянием, они не могут расстаться с этими телефонами, и на работе, на перерыве, и все, что-то клацает, и все, что-то ищет. И теряем мы общение, теряем, света нету. Вроде бы как есть, но и нету его. Вроде бы как христиане, в воскресенье приходим, и даже некоторые в собрании продолжают работать. Если бы так рассуждали о Слове Божьем, о жизни. На машине люди едут, текстуют, авария случилась, уже знаки штрафы, чтобы не текстовали, не звонили, не занимались. Едет, пикнуло, месяц получил, надо посмотреть, кто написал. И их сотни. И дьявол отнимает все, и ставит сопротивление между нами и Богом, нету света. И как вы думаете, как мир узнает о том, что мы христиане, как мир узнает о том, что мы добрые люди? Когда нам нужно помочь, нам некогда. У нас столько еще работы, нужно настолько мессенджево ответить, столько фотографий просмотреть. И вот я обратил внимание, не только верующие люди мирские. Смотрю, девушка в моле там или где-то стоит, и все клацает на себя. Все по кругу клацает, и тут же отправляет подругам. А те там клацают, отправляют. Где-то пришли в магазин, в столовую, в Макдональдс, и все клацает, все клацает, все сообщает. Кому это нужно, что ты ешь или что ты пьешь? Зачем? Потому что она прислала, что она купила бутерброд за 5 долларов, а это за 7 купила, свой или чужой, не знаю. Но вот они, и все это идет, тьма, 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 сопротивления, и света нет. И люди занятые, суетою заняты, о земном твои мечты, а что будет, как Господь придет, мы поем песни, а сейчас уже и не поем. Так вот, Господь призывает, вы свет миру. И родителям говорит, нам с вами, потому что дети уходят из моего дома, и я им говорю и должен говорить. И порой забирать эти телефоны, останавливать, что телефон нужен для связи, он хорош. И интернет, который у тебя на телефоне, тоже хорош, когда ты используешь его, как найти место, куда ты едешь. Какой-то, может быть, урок найти. Но, к сожалению, 3% идет на пользу нам, а 97% сопротивления между нами, Богом и людьми, нет общения. И отсюда большая скорбь. Родители теряют детей. Трагедии, молодые люди уходят, болезни, аварии. Ехала, текстовала, авария страшная, инвалид, коллега. Ну и что? Кому горе? Родителям горе. В семье горе. Поэтому сегодня столько много сопротивления, сегодня столько много проблем, и Господь нас хочет всех встряхнуть, и дедушек, и бабушек. Мы стоим возле дома, там, выше детей встречать, подходит соседка, бабушка. Бабушка, я не знаю, сколько ей лет, но, может быть, около 70, и вот они с мужем подошли, мы немножко побеседовали о Боге, о Слове Божьем. И вот у нее там что-то запикало, она достает телефон, айсикс, современный, хотя жаловалась, что нечем платить за дом, нету билов, не знает, что дальше делать, достает. А я говорю, кто же вам бил и платит за этот телефон? А, дети платят. Так, у меня уже все, мне надо сейчас, я буду общаться там по скайпу, по всему. И бабушка, которой под 70 лет, она уже с этим аппаратом, и пальчиком так свободно по нему бегает, что, я думаю, молодец, так, в таком возрасте так работать. Так кто же светить будет внукам, или кто им запрещать будет это все, или объяснять, что это нельзя, что надо все у меру, если у нее тоже сеансы, и она с нами разговаривает, все, у меня время, у меня будет общение. И она уходит. Ну, дедушка, правда, возмущался, но не смог победить эту волну напора. И поэтому мы улыбаемся, потому что это наша жизнь, а свет, а Господь говорит, вы свет миру. Мы должны светить, мы должны идти за Господом, мы должны спасать людей, детей своих, молодежь. Мы должны это останавливать, мы должны все это контролировать. Сегодня мир призывает, сегодня люди этого призывают, мира, государство призывает, штрафуют за это, уже больницы открывают для того, чтобы лечить от зависимости интернета и всех этих айфонов, людей всех возрастов. А мы, церковь, мы же должны быть глашатыми в этом мире, мы должны быть светом и примером, и все это останавливать. Но порой нас это раздражает, когда мы об этом говорим, и мы так думаем, ах, и написано, что они закрывали свои уши и устремились на Стефана. За что? Потому что он им говорил о спасении, он хотел их спасти, помочь им. Он в Духе Святом говорил, что остановите, что вы сделаете. Вы же распяли Сына Божьего и сейчас не хотите слушать. И не написано, затыкали уши и набросились на него, вывели за город и побивали камнями, убили его. Стефан умер в свете, и он увидел свет неба, он увидел открытое небо и перешел в вечность. И мы все с вами, я и вы, мы все подойдем к черте перехода в вечность. И вот где будем вечность проводить и какой будет конец нашей жизни. Как два брата говорили, что пришли проведывать одного человека, который всю жизнь проверовал. И он плачет и не хочет умирать и кричит, я боюсь умирать, брат, но ты же был христианином всю жизнь, ты был проповедником, ты был светом, я боюсь умирать. Почему? Потому что только он один знает, какая у него была жизнь. Какое сопротивление между ними Богом? Он знает, что через короткое время он предстанет перед ним. И поэтому мы должны свою жизнь проводить достойно, мы должны постоянно светить. Наша проводка, наше сообщение с Богом должно быть налажено. Мы должны светить так, как хочет Господь. Он хочет, чтобы мы ярко светили, Он даст нам силу, мы будем ярко светить. Если мы ослабеваем, мы будем меньше светить. Но мы должны быть с Господом в силе Духа Святого. Мы должны жить для Него, мы должны жить в Нем, и я, и вы. И вы знаете, как приятно, когда кто-то из нас отходит в вечность и оставляет после себя свет, который продолжает светить. И мы вспоминаем этих людей, мы вспоминаем их подвиги, мы вспоминаем их веру, их стойкость. Написано, вспоминайте наставников ваших. Хотелось бы быть нам всем такими людьми, которые оставляют после себя свет, который еще светит долго после нашей смерти или после нашего ухода. Я работаю в компании, у нас работал один брат, он посещает вашу церковь, его зовут брат Ваня. И вот он, когда ушел, мы вспоминаем его, что он был безропотный. Там стоят какие-то машины или что-то, он брал и делал. Другие отказывались, он брал и делал. И поэтому этот человек оставил хороший свет. Хороший свет, хороший пример, и мы его вспоминаем. Добрым словом. А были такие люди, которых мы не хотим вспоминать, потому что плохо о людях не говорят, а вспоминать нечего. И поэтому дорого, когда мы работаем где-то, мы ушли, она вспоминает как хорошего человека. Мы находимся в церкви, переехали в другое место, она вспоминает добрым словом. Она вспоминает и говорит, что вот этот брат или сестра, вот они были с нами, трудились, помогали нам, как хорошо было с ними. А когда человек отпрашивается, все молчат и думают, хотя бы назад не попросился, не поменял свое мнение. К сожалению, думают, как говорят, идет и пусть идет с миром. Поэтому, друзья, мы должны жить так. А это каждый день, это каждый день работать над собой, это каждый день обуздывать свои уста, свой разум, свои руки. Это нужно быть примером и думать, а на меня смотрят люди, а на меня смотрят дети, а на меня смотрит Господь, как я могу это делать? И там даже, когда никого рядом с нами нету, и вот человек ведет себя свободно, а потом раз его знают, а это родственники кого-то, и видели его, и говорят, этот человек вел себя недостойно, нам нельзя расслабляться нигде, нигде, ни в парке, ни на работе, ни на отдыхе. Где бы мы ни были, мы должны быть светом, мы должны постоянно светить во что бы то ни стало. И поэтому, да поможет нам Господь пребывать в Его учении, в Его свете, в Его любви, чтобы Он был постоянно с нами, чтобы Он был в нас, чтобы люди, видя наши добрые дела, приходили к Богу и спрашивали, что вы за люди, и искали Бога, и могли найти Его через нас. Поэтому, да поможет нам Господь быть маяками, быть светом, который влечет людей ко Христу. Аминь. Я прочитаю программу. Сейчас Вита споет псалом. За ней брат Илья. Фролов расскажет стихотворение. Света Гринько прославит Господа пением. И группа из вашей церкви споет песню Божьей Святой. И будет сбор. И после сбора будет хоровое пение. Пусть Бог благословит. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Доверься мне, иди ко мне, молодее, ведь тот же я не изменят года, любовь мою, меня. Тебя атакуют мысли, что все безразлично мне, но правда в том, что я близка, я здесь, я в твоей душе. Мне тесно жить в твоем сердце, сынья моей любви, мне больно, когда стоишь ты, когда я молю, иди, ведь я твой Бог. Доверься мне, иди ко мне, молодее, ведь тот же я не изменят года, любовь мою, меня. Я покажу тебе невозможные, недоступные, воззови ко мне и вновь поверь меня, ведь я твой Бог. Доверься мне, иди ко мне, молодее, ведь тот же я не изменят года, любовь мою, меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу, братья и сестры. Первая проповедь прозвучала для нас как наставление или как предупреждение об этих испытаниях. Это потому, что мы все на земле. И у каждого из нас есть моменты сражения, есть вот это вот, мы должны принимать решение, как мы будем сражаться с той или иной ситуацией, с нашими врагами. И самое большее, это с нашим самым большим врагом, это с собой, это с своими желаниями плоскими, это с гордостью, это с тем, что у нас живет внутри, с чем мы должны каждый день бороться. И на эту тему я хочу прочитать стихотворение. Стоит он весь окованный в железо. Посмейте руку на него поднять. Нет, победить такого бесполезно. Израиль, слышишь, кто убьет меня? Эй, вы, евреи, кто сражаться хочет? Для битвы выходите, я готов. Где Бог ваш? Громко Голиаф хохочет, но выйти не решается никто. И снова слышен голос Голиафа. Найдется ли среди мужчин смеличак? Но опустили головы от страха все войны с оружием на плечах. Где храбрецы? Кто приготовлен к бою? Кем будет этот Голиаф убит? Его копье войдет сейчас в любого, а Голиафа чье копье пронзит? Молчат мужчины. Голиаф огромен, победа у него почти в руках. Давид выходит. Белокур истроен, и справедливый гнев в его глазах. Он слишком молод, чтобы быть солдатом. Он никогда оружие не держал. Остановить пытаются. Куда ты? Но не боится юная душа. Пойду сражусь. Как можно это слушать? О, пусть филистимлянин замолчит. Господь спасет мою от смерти душу. От вражьего копья он защитит. Давид взял посох в руку, наклонился, и пять камней, поднявши из ручья, он в сумку положил и помолился. Он вышел для сражения. Вот я. И губы Голиаф скрывил с презрением. Как на собаку с палкой ты идешь? Убью, а тело полевому зверю. Иди ко мне, и смерть свою найдешь. Давид не испугался наглой речи. Не отступил он в ужасе назад. Напротив, юноша расправил плечи и смело посмотрел врагу в глаза. Я не боюсь. Господь стоит за мною. Что мне твое копье, твой щит, твой меч? Не жди, не повернусь к тебе спиною, но голову сниму с твоих я плеч. Во имя Господа иду сегодня, и жизнь твоя над пропастью скользит. Есть Бог в Израиле, война Господня. Моей рукою Бог тебя сразит. Об этом вся земля теперь узнает. О, Голиаф от гнева задрожал. Что о себе юнец воображает? Давид не шел, навстречу обижал. Из сумки, взявши камень, бросил метко. Победа будет, был уверен он. Одним единственным ударом смертным Голиаф огромный был сражен. Упал лицом на землю сильный воин. И щит не спас, и в стороне копье. Давид, победа! Белокур истроен, стоял он в поле с Господом вдвоем. О, подвиг сей достоин восхищения, достоин подражания Давид. Я не умею так вступать в сражение, но Слово Божье сердцу говорит. Не бойся никакого Голиафа. Когда к тебе подходит сатана, ты голову не опускай от страха. И знай, что ты на поле не один. Тебе, тебе принадлежит победа. Ты к сатане не повернись спиной. Пусть убегает он от страха бледный. Господь пойдет на дьявола войной. Ты не погибнешь. Бог тебя избавит. Во имя Господа смелей вперед. Как будто золотом на сердце пишут слова, зовущие в неравный бой. Не бойся, голос Божий снова слышу. Иду, Господь, но только за тобой. Аминь. 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 Совершенство твое не имеет границ. Я ценю каждый миг жизни с тобою. Ты бессилие мое утираешь с ресниц, Наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю красоту поклоненьям. Я воздеваю руки к тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог поклоняюсь я. Святостью своей осени меня. Теплотой садой силой одари. Ничего нет, сын не твоей совершенно любви. Преклонитесь пред Ним, все народы земли, И прославьте царя, царя всей вселенной. Он твердыня ищет, он помощник в пути. Святое имя Его и благословено. Я предвкушаю глубину поклоненьям. Я воздеваю руки к тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог поклоняюсь я святостью своей. Осени меня, теплотой садой силой одари. Ничего нет, сын не твоей совершенной любви. Совершенный Бог поклоняюсь я святостью своей. Остени меня, теплотой садой силой одари. Ничего нет, сын не твоей совершенной любви. Слава Богу. Слава Господу, братья и сестры. Сейчас общим пением будет петь наша группа. А после общего пения будет петь группа местная, Боже Святой. Мы встанем все на ноги, общим пением будем петь песню, духовную песню и приготовимся жертвовать для Господа. Давайте все вместе споем «Иерусалим, что сходит с неба». Иерусалим, что сходит с неба в проміннях ясных своего царя. Там светло сонца, більш не потрібно, і яхтець Божий, ірання зовет. Оце оселье свята Бога з людьми, де будем жити із Богом витам усі сльоз. Оце оселье свята Бога з людьми, де будем жити із Богом витам усі сльози. Оце оселье свята Бога з людьми, де будем жити із Богом витам усі сльоз. Оце оселье свята Бога з людьми, де будем жити із Богом витам усі сльоз. Оце оселье свята Бога з людьми, де будем жити із Богом витам усі сльоз. Оце оселье свята Бога з людьми, де будем жити із Богом витам усі сльоз. Иисус, Бога, мы не будем жить без Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дай раствориться в реке Твоей любви И вознестись над суетой В Тебе наша жизнь, Господь, в Тебе наша правда И имя Твое, Иисус, для нас скала И слава Твоя, Господь, для нас награда И вера в Тебя наш Бог, храни мы свои сердца Боже святой, благослови наш путь Жаждай сердце, соедини и среди тьмы Дай отыскать Твой свет, волю Твою Уразуметь В Тебе наша жизнь, Господь, в Тебе наша правда И имя Твое, Иисус, для нас скала И слава Твоя, Господь, для нас награда И вера в Тебя наш Бог, храни мы свои сердца Боже святой, восстань над всей землей Боже святой, духом Своим Сойти на нас Дай раствориться В реке Твоей любви И вознесись Над суетой В Тебе наша жизнь, Господь В Тебе наша правда И имя Твое, Иисус, для нас скала И слава Твоя, Господь, для нас награда И вера в Тебя наш Бог, храни мы свои сердца В Тебе наша жизнь, Господь В Тебе наша правда И имя Твое, Иисус, для нас скала И слава Твоя, Господь, для нас награда И вера в Тебя наш Бог, храни мы свои сердца Субтитры создавал DimaTorzok 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 Единому Богу слава Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Единому Богу слава 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 Сердце так волнуется порой. Вот шагает путник по дороге, Что ему назначено судьбой. Небо на земле так непонятно, Много неизвестно нам о нем. А душа немой, тоской обьята, Ждет переселения своего. Ждет переселения своего. Жизнь земная, призрачна, туманна, Пролетит, как стая журавлей. А когда-нибудь совсем нежданно Небо постучится у дверей, Небо на земле так непонятно, Много неизвестно нам о нем. А душа немой, тоской обьята, Ждет переселения своего. Ждет переселения своего. Ждет переселения своего. Ждет переселения своего. Я когда-нибудь открою, далеко в неведомом краю. На колени встану всей душою, и за все Иисуса обниму. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем. А душа немой, тоской опята, ждет переселения своего. Ждет переселения своего. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем. А душа немой, тоской опята, ждет переселения своего. Ждет переселения своего. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем. Игорьzusов, как правильный дом. Игорь yearly заливен Himself expressный. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Появился на свет человек Открывается новая книга Чьи страницы чисты, без помет Он писатель И с этого мига каждый день Каждый час пишет он Заполняет ее он словами Заполняет своими делами Своей жизнью, душой и умом Мы, писатели, братья и сестры Пишем мы Но понятно ли все На полях часто ставим вопросы Почему это так? Для чего? Почему эти скорби и горе? Почему разлетелась мечта? Отчего, как в тумане порою Мы идем и не видим Христа? Почему крест тяжелый так давит? Почему у могилы стоим? Лишь тогда мы вопросы не ставим Когда в радости, в счастье парим И до нас на страницах вопросы Ставил в горьком смятенье Иов Иоанн, попадая на остров Задавать был вопросы готов После нужного дела общения Одинок он на старости лет Появилось на свет откровения Так получен от Бога ответ А другой Иоанн не дождался Разрешений вопросов своих Как орел в клетке он оказался И в тюрьме головою поник Сильный духом И с пламенной страстью Сколько сделать еще бы он смог Меч над ним Нечестивою властью Почему не помог ему Бог? Иногда мы ответ получаем Прямо сразу А то долго ждем Часто опыт Болезнь отвечает Радость тоже подчас обучает И с ответом к концу мы идем А у многих Вопросы, вопросы Всю их жизнь на страницах видны Но они разрешатся И просто В свете нашей Родной стороны А пока мы живем Мы все пишем Каждый час Каждый день Каждый миг Пишет тот Кто здоровьем дышит Пишет тот Кто в болезни лежит Как мы пишем Довольны ли сами Тут паденье Там взлет и размах А потом вновь устали Еле-еле стоим на ногах В тихий час Проверяем страницы Сердце низко пред Богом склонил По щеке вдруг слеза Заискрится Станет больно читать Свою жизнь И к тебе наш Господь Милостивый Направляются ищущий взгляд О, прости нам За наши ошибки Ты безмерно прощением Богат Год ушел Вновь страницы Ты пред нами Белоснежны Чисты Без помет Дай Господь нам Тебя в них прославить Оправдать появление На свет Дай за сильную руку Держаться И стараться В письменном своем Чтобы ты наш Господь И наш пастырь Прочитал и сказал Хорошо Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я жду этой встречи, ничто так не мило, успех обеспечит молитвой одной. Победа пройду я тропою унылой, когда в моем сердце живет Бог святой. Я заберяю, как он тихо заходит, обителенную с любовью творит. Веду от меня милосердно отводит. От зла и падений, ай, града ищи. Я жду этой встречи, ничто так не мило. Успех обеспечит молитвой одной. Победа пройду я тропою унылой, Когда в моем сердце живет Бог святой. Победа пройду я тропою унылой, Когда в моем сердце живет Бог святой. Победа пройду я тропою унылой, Ничто так не мило. Я жду этой встречи, ничто так не мило. Успех обеспечит молитву я одна. Победа пройду я, страхою унылой, Когда в моем сердце живет дом святой. Я жду их встречи, ничто так не мило. Успех обеспечит молитву я одна. Победа пройду я, страхою унылой, Когда в моем сердце живет дом святой. Субтитры сделал DimaTorzok Сколько дорог еще надо пройти, Чтобы мне в новое небо войти, Чтобы меня в небе встретил Христос, Вечно, чтоб не было слез. Пусть я пустит, но я знаю о тебе, Он не оставит и столько лет, и столько лет, и столько лет. Все он дороги поможет пойти, Чтобы мне в новое небо войти. Он уже в небе, а я все в пути, Кажется, сын больше нету идти, Кажется, веры уже больше нет, Можешь наступать мне в сердце. Пусть я пустит, но я знаю о тебе, Он не оставит и столько лет, и столько лет, Все он дороги поможет пойти, Чтобы мне в новое небо войти. Друг замечаю, он рядом со мной, Крепко пронзеною, держит другой, И утешенье так просто дарит, Сердце моем он живет. Пусть я пустит, но я знаю о тебе, Он не оставит и столько лет, и столько лет, Все он дороги поможет пойти, Все он дороги поможет пойти, Чтобы мне в новое небо войти. Пусть я пустит, но я знаю о тебе, Он не оставит и столько лет, и столько лет, Все он дороги поможет пойти, Чтобы мне в новое небо войти. Слава Богу, братья и сестры! Я рад сегодня приветствовать вас в Доме Божьем. Мир вам! Итак, мы вместе с вами продолжение нашего служения. Сегодня, слушая Слово Господне, Которое говорил сегодня уже передо мною, Брат, о том, что мы действительно с вами живем В очень сложное время. Время, когда производят все же такие демонизации. Время, когда происходит глобализация. Время, когда происходит демонизация этого века. Время, когда происходит глобизация этого века. И многие другие события. Но мы сегодня с вами по милости Господа не исчезли. Его милосердие обновляется каждое утро к боящимся Его. Слава Богу нашему! Потому сегодня мы рады вместе с вами быть в Доме Молитвы. И вот как при всех этих событиях, которые происходят сегодня, нам сохранить себя, сохранить наших детей, сохранить наше прекрасное молодое наследие. Я когда приехал в Америку, мы жили на Флориде по приезду. Там были старые эмигранты, небольшая церковь старых эмигрантов. Человек может 30. И они мне сказали, брат Вакульский, вы знаете, что вы самое дорогое привезли в Америку? Мы даже вас не спрашиваем, может вы там золото привезли, может еще что-то привезли. Говорит, самое дорогое, что вы привезли, это ваши драгоценные дети. Не потеряйте их в Америке. Потому что мы встречаемся, старые эмигранты, порой спрашиваем друг друга, ну как у тебя дела? Говорит, все хорошо у меня. Все хорошо. У меня уже дом выплаченный, у меня уже машина выплаченная. А дети ходят в церковь. И все становится очень бледно и печально. Потому что человек Божий сказал так, нет большей радости, когда слышат, что дети наши ходят в истине. Поэтому я читаю Слово Господне вместе с вами, несколько стихов, и мы порассуждаем, сколько времени нам позволит, немного. Слово. Послание 1 Фессалоникийцам, 5 глава, я буду читать несколько стихов. Но самый важный стих, на котором я хочу остановиться. «Непрестанно молитесь за все, благодарите, ибо такова воля Божия во Христе Иисусе. Духа не уважайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока пришествие Господа нашего Иисуса Христа». И апостол пишет, верен призвавший вас, который сотворит сие. Я хотел бы остановиться на 23 стихе. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело». Часто мы говорим, что самое главное – это душа наша, да? Вроде бы Бог до тела не имеет никакого отношения. А еще теперь современные некоторые проповедники проповедуют, вообще Бог смотрит только на сердце и больше ни на чего. «Но слово Господне говорит, чтобы ваш дух, душа и тело во всей целости были сохранены без пятна и без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа». И действительно, оказывается, что не только наша душа, и наш дух, и наше тело, к чему неравнодушен наш Господь. Потому что слово Господне я не буду прочитывать, только напомню. «Тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа». «Потому вы не свои, вы куплены дорогою сыною, возлюблены Господом». При всей этой ситуации, которая слаживается, сегодня как непросто сохранить себя, сохранить свой дух, сохранить свою душу и даже тело. Поэтому я хотел бы обратиться к Слову Господню и вместе с вами прочитать. Место священного Писания – это будет Псалом, из которого я хотел бы прочитать, что Слово Господне говорит. Или Псаломопевич, что говорит такими словами. 91-й Псалом. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». И дальше он говорит. «На диструмном псалтыре, там с песнью на гуслях, ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим я восхищаю». Я пропускаю несколько стихов и читаю чуть ниже, где говорит такие слова. Апсаломопевец, он перечисляет здесь и приводит такой пример для тех, которые ходят в правде, в истине Господней. 13 стих. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости, плодовитые, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Слово Господне говорит «насажденные в доме Господнем». «Они цветут». «Где они насажденные?» «На Гавайях, в Мексике, на отдыхах, еще где-то». «Насажденные в доме Господнем». «Насажденные» – это те, которые имеют корни, да? Посаженные – это те, которые имеют корни, естественно, да? Потому что мы можем принести в дом цветы красивые, в вазе их поставить там в водичку, да? Они цветут, хорошие, красивые, да? Но их жизнь недолговечная. Через неделю, может, через две, они уже осыпятся и их выкидают в гармич, да? А Слово Господне говорит, что «насажденные в доме Господнем» они цветут. Я когда-то говорил в нашей церкви такую подобную проповедь и хотел бы поделиться вместе с вами, уважаемые братья и сестры, отцы и матери. Постарайтесь, чтобы вы были не просто прихожане в доме молитвы, но чтобы вы были насажденные в доме Господнем. Чтобы не это было церковь Петра Ивановича, это была ваша церковь. Это церковь, в которой вы насажденные, в которой вы не просто приходите время от времени навестить или отметиться, что вы являетесь членами этой церкви, чтобы вас увидели, но вы действительно живете интересами церкви, вы действительно насажденные в ней, вы действительно переживаете за ее, вы действительно молитесь от церкви. И вы знаете, что это будет? Это будут видеть ваши дети. Что вы не просто как-нибудь для приличия придете, да, но вы действительно насажденные в доме Господнем. И что же делают те, которые насажденные в доме Господнем? Слово Господне говорит, они цветут во дворах Бога нашего. А если цветут, создают приятный запах, да? А если цветут, значит, приносят плоды. Естественно, когда цветут, приносят плоды. Поэтому, возлюбленные Господом, как важно сегодня нам сохранить себя. Я хотел бы обратиться к Слову Господню. И вместе с вами, поскольку мы прочитали Слово Господне, что дух, душа и тело всецело, чтобы были сохранены до пришествия Господа нашего Иисуса Креста. Естественно, сегодня, когда слушаешь радио, сколько там прилагают труда, как готовить еду, какую диету, чтобы похудеть, чтобы той, другой, третьей, четвертой. Да, целая там обширная программа для того, чтобы сохранить себя. Когда-то в американской церкви делала такую постановку. Дедушка и с бабушкой умерли и пришли в Царство Господа Иисуса Христа. И бабушка рассматривала, говорит, как тут красиво, говорит, как тут хорошо, ой, как тут приятно быть. А дедушка говорит, если бы не твоя диета, уже давно были бы здесь. А так твоя диета еще до сих пор держала нас на земле. «Потому, возлюбленные Господом, не важно очень наша еда, что мы кушаем, но очень важно, насколько мы посажены с вами в Доме Господнем». Давайте вместе с вами рассмотрим одного человека, который записан на странице Священного Писания. И посмотрим, что послужило для него абсолютным здоровьем, абсолютной уверенности в своем спасении и служении Господом. Итак, книга Иисуса Навина. Я буду читать с 14 главы. А я думаю, все, читающие Слово Господь, очень хорошо знают это место Священное Писание. «Сыны Иудины пришли в Галгалке Иисусу и сказал Ему Халеву, «Сын Иефоненки Ниньзянин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею Человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес Варне?» Я был сорока лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес Варне осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, прибили в робость сердца народа, «А я в точности последовал Господу Богу моему». И клялся Моисей в тот день и сказал, «Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом твоим и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему». Давайте прочитаем чуть еще дальше. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил, уже сорок пять лет. Прошло того времени, когда Господь сказал Моисею Слово Сие. И Израиль ходил по пустыне, теперь вот уже мне восемьдесят пять лет. Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. И сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы идти, воевать, выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой Господь в тот день говорил в тот день. «Ибо ты слышал, ибо там живут сыны Инаковы, и города у них большие, укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я и звоню их, как говорил Господь». «Иисус благословил его и дал ему удел халеву, сыну Енифонину». Интересная история человека Божьего, который в точности последовал Господу. И вот давайте вместе с вами чуть хоть посмотрим. «Костями пали израильтяне в пустыне». Те, которые, они когда подошли к обретованной земле, Иисус Навин послал саглядателев. То есть, и Моисей послал саглядателев, и Иисус Навин был в том числе в качестве этих, которые должны пойти были и осмотреть землю. И вот они пошли и посмотрели землю, и возвратились назад. И знаете, что они говорили, они будут прочитывать только напомню. Когда они пришли и возвратились назад с обетованной земли, они для удостоверения того, что земля настолько благословенна и плодовита, они даже виноградную кисть несли вдвоем на шесте. Вы можете представить, что это была за виноградная кисть, да. Но когда они пришли в народ, что же они сделали в народе? Они распустили ходую молву. Что они говорили? Они говорили, да, земля действительно плодовита. Мы ходили по ней, но это земля, поедающая живущих на ней. Ну вот, вот давайте, оно же не совпадает, да? Если здраво рассуждать, не совпадает, да? Оказывается, что там такие плоды, что надо было на шестонести. Оттуда они пришли, говорит, это земля, говорит, поедающая живущих на ней. Они ходили по ней, она их не поела, да? Возвратились благополучно, пришли. Оказывается, росли там сыны инаковые, да? Великаны, тоже их не поела. Повырастали выше там любого роста человека, да? Но вот насколько людей можно завести в заблуждение и в обольщение, да? Принеся даже плоды, но они утверждали, что мы не можем идти воевать. Это земля общая, она поедает живущих на ней. И смутили весь народ. И вы знаете, что произошло? Лишь только два человека, Иисус Навин и Халев. Что же говорили они? Они действительно говорили, что земля вот такая, да? Что да, вот там люди живут, такие, города укрепленные. Но что они говорили? Но с нами Господь, который дает нам свое обетование. Который обещал нам эту землю, что мы сможем одолеть этих людей. Что мы сможем овладеть этой землей. Не так ли происходит с нами иногда в жизни, да? Когда мы увидим что-то негативное, да? Кто-то нам что-то расскажет или что-то еще, да? И мы действительно приходим в какой-то страх, в какую-то робость. Что нам делать, да? Кто-то старается уже говорить, слушайте, надо куда-то уезжать. Надо куда-то убегать. Надо где-то что-то искать. Ну, поехали в Мизури, да? Ну, слава Богу, там живут. Я был не очень там давно, пару лет назад, да? Летал на рукоположение. Ну, увы. Сидя в одного брата в доме, там, ну, пьем чай, как обычно он меня пригласил, да? А вокруг дома дубовый лес такой. Я смотрю, там дерева порезанные уже лежат, сложенные там. Я спрашиваю у брата, говорю, слушай, брат, а почему ты уже там попилил деревья, смотрю, там послаженные у тебя? Да, понимаешь, говорит, брат Василий, что? Говорит, здесь же проходят смерчи. Говорит, и как раз приехали мои родственники на свадьбу сюда, говорит, да. Сидим вот так, как с тобой, пьем чай, в окно посмотрим, откуда ни возьмись смерч. Хватает одного дуба огромного, такая крона, говорит, и на наших глазах, как веник, вот так скрутил его. Моментально все его ветки сломал, говорит, его. То мои родственники, как увидели, Господи, помоги нам дубить тут три дня еще и благополучно вернуться домой. Оказывается, что они бежали туда, где хуже, чем в Орегоне и Вашингтоне. А почему? А кто-то их настрашил, кто-то им объяснил. И этот бедный брат там пожил, пожил, дом продать нельзя, который он купил, оставил этот дом в банку и приехал назад в Портленд, в Орегон. Значит, как важно нам сегодня ориентироваться, может, не на людей, не на какие-то страшные, ужасные рассказы, но в нас есть всемогущий Бог и сильный Спаситель Господь Иисус. Его могущественное и сильное Слово. Почему? Эти люди потерпели корабле крушение. Почему они костями пали в пустыне? Потому что они поддались панике. Они не поверили Слову Господню, которое Бог обещал еще отцам им, Исааку, Иакову, Аврааму, обещал обетованную землю и сказал, что она будет принадлежать вам в наследие. Возлюбленные Господом, нам Господь сегодня обещал не обетованную землю. Он сказал, «Все я с вами во все дни и до скончания века». Слава и благодарение нашему Господу. Возлюбленные Господом, как важно нам доверяться нашему Господу. Я помню, несколько лет назад, где-то, может, 10 лет назад или больше, снова были такие разговоры, что наводнение, берег наклонится, будет наводнение, и уже там предполагали, что вот какую-то дату определенную будет. Я ночью сплю, в три часа звонит кто-то. Я за телефон, у меня обычно телефон лежит разум на тумбочке. Да, говорю, я слушаю вас, что там такое. Бывает, что может у людей там случиться какое-то горе, кто-то заболел, кто-то еще что-то, да. Сестра говорит, «Брат Василий, это вы?» Я говорю, «Да, это я». «А вы что, дома?» Я говорю, «Ну да, дома». «Еще вы спите?» Я говорю, «Ну да, сплю, сестра, потому что три часа ночи». Вот. «А что такое? Что-то у вас случилось?» «Так ночью сегодня будет наводнение. А вы спите?» Я говорю, «А еще нету, сестра, наводнения?» Я говорю, «Нету еще. Ну, ложись, гору, и спи. Когда будет наводнение, будем что-то делать. А покуда наводнения нету, ложись, сестра, спокойно и спи». Мне когда муж Божий сказал, «Ложусь я спокойно и сплю, ибо Ты охраняешь меня». Аллилуйя. Слава и благодарение нашему Господу. Возлюбленный Господом, что же Бог воздал этому человеку, которого имя было Халев? Он приходит к Моисею, то есть Иисусу Навину, и говорит о том, что сказал ему Моисей. «Ты помнишь, когда мы с тобою, из Кадес Варни нас посылал, человек Божий Моисей, быть согладателем и в обетованной земле. И мы возвратились, и я принес то, что было у меня на сердце, ибо я в точности последовал Господу». И что же он говорит? Ни диета ему не помогла, да? Он находился в той же пустыне, в которой находились все остальные люди Израиля, да? Он переживал все то, что переживали они. Он же не был изолирован от общества. Он находился в том же самом обществе. Многие костями пали в пустыне. Он пришел к пределы обетованной земле и приходит к Иисусу Навину и говорит, «Ты помнишь, что говорил о тебе и о мне Моисей, когда нас посылал? Но я в точности последовал Господу». Возлюбленные Господом, как важно сегодня нам с вами в точности последовать Господу. Независимо, что будет происходить в этом мире, события будут развиваться. Это факт. Потому что Слово Господне нас предупреждает и говорит об этом, что будут происходить вот такие бедствия, стихии в этом мире. Но оказалось, что халеву, в точности последовавшись Господу, обильным благословением для Его и Его дома. Он говорит, «Тогда мне было 40 лет, когда посылал нас человек Божий Моисей, а сегодня мне 45 лет». То есть 85 лет. То есть прошло 45 лет. 85 лет. Но я и сегодня такой же крепок силою, чтобы идти, выходить, входить, воевать и освобождать землю. И знаете, что он еще сказал? Не просил меня. Ну ты же знаешь, что я уже старик, мне уже 85 лет. Ты же мне хоть там ровную землю какую-то дай, чтобы я там не спотыкался, не ходил по горам, да? Он говорит, слушай, ты дай мне вот эту гору, на которой там живут сыны Енаковы. Господь будет со мною, и я освобожу его. Возлюбный Господом. Я такой же, говорит, и сегодня крепкой силою. Возлюбный Господом. Дорогие братья и сестры. Старшего возраста. Наслажденные в доме Господнем. Они цветут во дворах Бога нашего. Возвещая, что праведен Господь. Возлюбленный Господом. Порою наши сестры, братья, да, старшего возраста. Я спрашиваю там одной из стари. Сестра, вы хорошо поете, а чего вы не ходите? А я уже старый брат Василий в хоре сидеть. Говорит, так вы же хорошо поете, у вас такой хороший голос, вы можете петь. Ну, пускай там молодые уже себе поют, уже там, я уже, я уже не хочу, да? А, оказывается, что этот человек становится огромным примером для нас. Возлюбный Господом. Пусть Господь сегодня поможет нам, чтобы вы и мы и вместе все были в старости, сочны и плодовиты, свежи возвещать, что праведен Господь. Возлюбный Господом. Пусть Господь укрепит сегодня ваши силы и мои силы. Я хотел бы только еще прочитать место священного писания Ивана Ля Луки. И мы вместе с вами, конечно, будем молиться, потому что время уже ушло. Я рад побывать вместе с вами, пообщаться вместе с вами, помолиться Господу. Итак, хотел бы из 21 главы Ивана Ля Луки прочитать несколько стихов, что рекомендует нам Священное Писание или сам Господь наш Иисус Христос говорит такими словами. Он говорит так. «Истину, истину говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет. Небо, земля пройдут, но слова мои не пройдут». То есть, он говорит, что все то, что он предсказывал здесь, а предыдущие стихи, это все должно быть исполнено. И так Господь говорит дальше. «Смотрите же за собою». Мы обычно любим смотреть за кем-то, да? Хотя и поем такой псалом. «Не дивись за братом, дивись за собою», да? Но все равно в нашей человеческой натуре нам вот хочется посмотреть за кем-то другим, не за собою. А Иисус говорит, смотрите же за собою. И что особенно? Чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством, заботами житейскими. И чтобы день тот не постиг внезапно. Смотрите же за собою. Чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими. Мы каждый год празднуем праздник благодарения или праздник жатвы, как мы называем, да? И каждый раз там братья все проповедуют, поздравляют, да? И помню, в прошлый год, да, в нашей церкви один брат встал и говорит так, сколько людей голодает в странах, сколько нуждаются в хлебе, сколько недоедает. Все это перечислил, какое количество большой людей имеет недостаток в питании. Ну, я уже говорил заключительную проповедь, говорю, но забыли, братья, напоминуть, а сколько тех, которые переедают. Вот тех, кто недоедает, посчитали все, говорю. А вот тех, которые переедают во вред своему здоровью. Потому слово Господне говорит, «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отчащались объедением, пьянством и заботами житейскими». Возлюбленные Господом, как важно сегодня нам. Слово Господне говорит, что мы народ особый, мы люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Мы отдельный народ, да? Мы особый народ. Потому мы должны вести себя особо. Как брат говорил передо мной, чтобы мы были светом. И вот как раз Иисус говорит об этом. «Чтобы сердца ваши не отчащались объедением, пьянством и заботами житейскими». Не секрет, что и пьянство иногда бытует среди наших называемых христиан. Пусть Господь помилует и простит. Я однажды пришел в магазин, где-то после собрания уже поздно. Зашел, что-то жена мне позвонила купить. Я зашел в магазин, взял, что мне надо, и уже пришел на транспортер, положил. Смотрю, спереди стоят два мужчины. И две бутылочки спиртные. Когда один раз оглянулся назад, я всех не знаю, а меня-то почти все знают. Смужерка раз, исчез очередь. А другому же надо платить, по бутылке стоять же на транспортере. Ему некуда деваться. И так, как-то на душе стало больно, неприятно. Мы же не только для людей и не только перед людьми ходим. Мы ходим пред Богом, у Которого нет ничего тайного. Он проникает до разделения души и духа, составу и мозгов, судит намерения и помышления сердечные. Пусть Господь помилует и сохранит. А также молодежь. Особенно так же, чтобы Бог сохранил от того разложения, которое сегодня господствует в этом мире. Я помню, пришел один молодой человек принимать водное крещение. А я знаю, что он был очень нехороший, не слушал родителей. Отец, только у нас в старой церкви был подвал, им сильно молодежи было, тем, которые не хотят сидеть в собрании, куда прятаться. Они так, в подвал, назад с подвала в подвал, назад с подвала, без конца. Я так смотрю, отец только пошел, нашел его где-то, привел, посадил. Отец только сел, слушая Слово Божие. Он встал, снова пошел. Смотрю, пришел, водный крещение хочет принимать. А я провожу последнюю исповедь и, так сказать, собеседование. Я посмотрел на него, говорю, ты честно хочешь принимать крещение? Говорит, да. Говорю, слушай, а кто над тобой поработал? Или Бог, или люди, что ты действительно изменился и хочешь крещение водное принимать? Это честно, что ты хочешь служить Богу? Да, хочу. А что, кто повлиял на тебя? Ну, вы знаете, вот познакомился с одной сестрой. Вот. Ну, и хочу, говорит, хочу жениться. Ну, жениться, покуда нет, говорит. Ну, просто расскажу вам историю, говорит. Ну, она знает, что я такой не очень хороший. Она звонит мне вечером. Ты вчера ходил там с ребятами и пиво пил? Ну, вроде как-то девушке сказать неправду вроде нехорошо. Руда ходил, ходил. Ну, хорошо, говорит, я завтра буду за тебя в посте, чтобы Бог помог тебе покаяться. Я так подумал, думаю, интересно. Я там хожу, балдею, с друзьями пиво пью, а она будет в посте, она не будет ни кушать, целый день на работе будет и целый день не будет кушать за то, что я такой негодяй. Говорит, начал меня совить доставать, судить. Прошло еще пару дней, говорит, ты снова был с друзьями там? Ну, говорит, да, был. А ты же говорил, что уже больше не будешь ходить? Ну, был, снова ходил, да. И что, снова пиво пил, да? Снова пиво пил. Ну, говорит, я буду тогда два дня в посте за тебя. Да что такое, говорит. Я буду там ходить, да, а она будет два дня в посте за меня, не будет кушать. И меня начала совесть осуждать. Говорит, что за меня кто-то, должен не есть. Быть в посте за то, что я вот такой негодный, да? Плюс родители мои в посте за меня. И, конце концов, меня просто совесть начала осуждать. И я решил забросить все, оставить все. И действительно стать, служить Господом. Потому Слово Господне говорит, смотрите, чтобы сердца ваши не отятялись, не были отящены пьянством, заботами и житейскими, чтобы день тот не постиг внезапно. Ибо он найдет, найдет, как сеть на живущих по всему лицу земли. И так бодрствуйте. Во всякое время, и что еще? Молитесь, да сподобитесь, избежать всех сих, будущих бедствий, и предстать пред Сына Человеческого. Слава Богу нашему! Оказывается, у нас есть возможность с вами бодрствовать, молиться. И оказывается, что мы сподобимся избежать всех бедствий, грядущих не просто где-нибудь, а на всю Вселенную, и предстать пред Сына Человеческого. Это наша цель, это наше желание, это наше стремление по тому, да поможет, да благословит нас Господь с вами. И так время наше ушло. Хорошо в доме молитвы, правда? Поют, проповедуют, мы можем общаться друг с другом. И Слово Господне звучит к нашим сердцам. Благоприятное время дает нам Господь, да? Мы тут, я пришел, раньше приехал, буду, может, трафик, и сел тут, брат подошел, брат Василий Иванович говорит, говорит, какое время хорошее, да? Сколько пережили наши отцы и деды, сколько гонений, сколько преследований, а мы так свободно приезжаем, да? На машинах едем, да? Не идем пешком, не ночью, как обычно было, да? А свободно едем на машинах, проезжаем, паркуемся, заходим в дом молитвы, кондиционера, отопление, все, да? Какое время дал нам Бог, что же нам стоит, как не прославить того, кто умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего? Слава Ему! Слава Ему! Слава Ему! И поклонение Ему добудет во веки веков. Аминь. Молимся Господу. Наша Церковь Нью Лайф, Миссионер и Чорч, приветствует вас в лице моем и всех наших хористов, молодежного хора. Божьих вам благословений! Хочу бы, конечно же, пригласить и вашу молодежь, ваш хор, также приезжайте к нам, будем продолжать общаться, когда будет возможность, позвоните в любое время и согласуем, дабы все было во славу Божьей. Братья и сестры, я хочу напомнить для нас с 19 марта в 6 часов вечера у нас состоится семейный, такой благотворительный вечер. Мы приглашаем все семейные пары, независимо от возраста, приглашаем всех служителей наших, пожалуйста, поучаствуйте в этом служении. Дабы благословить Господь! У меня объявление для родителей, дети, которые ходят на подростковую школу. 11, 12 и 13 марта мы едем на кемп, это просьба такая большая, чтобы вы молились об этом, мы хотим провести ее в таком духовном, духовными беседами. И, пожалуйста, сегодня сдайте, Надя Калуцкая, она там сзади будет, сдайте деньги за кемп. Хорошо? По 40 долларов. Спасибо. Слава Богу, братья и сестры, я думаю, вы согласитесь со мною, что не всегда так будет. И мы знаем, что время меняется, иногда бывает, мне так спрашивают, говорят, а ты слышал? А ты знаешь, что там такое совершилось, или что-то там делается? А я говорю, я давно-давно это уже знал, потому что это написано в Писании, и оно исполняется. Поэтому сегодня мы слышали Слово Божье. Итак, бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий. Поэтому, друзья дорогие, в субботу на 9 часов братская молитва. Пожалуйста, вы все приглашаетесь, я особенно хочу там, кто на балконе, в подвале. Может, вы думаете, что вот этим братьям, говорится, где тут близко, не, и вам, говорится. И вы тоже приходите на эту молитву, и получите благословение. Суббота на 9 часов братская молитва. Приветствую, братья и сестры, вы знаете, мы готовимся потихоньку опять в поездку миссионерскую на Мексику. 1 апреля выезжаем, и 10-го должны вернуться. И вот Бог коснулся сердца одного молодого брата, я не ожидал такого. Он говорит, я хорошие торты пеку, говорит, я хочу на печь, и чтобы вот предложить, чтобы народ Божий купил, и пожертвовать эти деньги. То вот он сделал это, пожалуйста, после собрания, поучаствуйте, пусть его Бог благословит и вас. А также наша молодежь, вот мы благодарны, что вы приехали к нам в гости, и они приготовили угощение, там в подвале будет у нас, сейчас после собрания, так что не спешитесь, во главе с братом Вакульским, нашим, епископом, мы хотим вас угостить. Пусть вас Бог благословит. Благодарим, да? Вы последнее, заключительное объявление, пришло время обновлять наш справочник, телефонный и церковные списки, я там поставил книгу, и, пожалуйста, подойдите и справьте свой номер телефона, может быть, фамилия неправильна, может быть, вы член церкви, а в том, вам списки нет, впишите себя туда, а мы потом введем вас в общий список. Поэтому мы не будем долго держать это воскресенье и следующее. Поэтому, пожалуйста, каждый подойдите и проверьте. Благодарю. Слава Богу, братья и сестры. Не буду комментировать. Поблагодарим Бога за наше собрание. Я держу записки, сестер и братьев. Я думаю, мы с вами благодарны нашим гостям, которые нас посетили. Молодежный хор. Здесь такая записочка есть. Очень благодарят гостей молодежного хора. Мы очень благодарны вам, ваше чудесное пение, может быть, не столь модное, но дающее благословение и утешение душам. Кто-то написал такое, пусть Бог благословит. Вы знаете, пение хорошее, правильное, оно назидает душу, оно волнует, укрепляет, происходит нечто, может быть, что бывает песня, как песня, а вот духовная песня, она что-то делает доброе с человеческим сердцем. Закончим наше собрание, поблагодарим Господа. Субтитры создавал DimaTorzok,